Итак, упражнение номер один. У нас есть список покупок, листа закупов. И после слова «проше» нам нужно существительные и прилагательные поставить в винительный падеж. То есть мы с вами будем использовать «берник». «Прошу что», «пожалуйста что» и прочтём. «Прошу часописьмо тренд». «Пожалуйста» или «прошу журнал тренд». «Часописьмо» или «колоровый магазин». Журнал в польском языке можно сказать двумя словами. «Часописьмо» и «магазин». И то и то переводится как «журнал». Помним, что в бернику родзей нияки, родзей мэнскь� неживотны, то есть средний род и неодушевлённый мужской род остаются и существительные и прилагательные без изменений, як в мяну в мику, как в именительном падеже. В женском роде существительные имеют окончание эз огонки, прилагательные аз огонки. Родзей мэнскь и животные, то есть одушевлённый мужской род, окончание «эго» у прилагательных, «а» у существительных. Чапсу письмо. Тренд или колоровый магазин у нас вот сюда. Относится к недушевленному мужскому роду, поэтому остается без изменений. Проша червоный другопис. Другопис – ручка, меняется род. В русском языке ручка, она моя. Другопис в польском языке – он мой. Недушевленный мужской род остается без изменений. Червоный другопис, проша червоный другопис. Мапа Кракова – это уже женский род «мапа». Пожалуйста, карту Кракова. Какую маленькую карту? Проша билет автобусовый. Билет на автобус. Билет может быть у нас обычный или льготный. Билет нормальный – это обычный билет. Билет у льготный – это такое с облегчением билетного. То есть льготный билет. У льготный – облегчение. Еще есть такое слово. Ох, у льжио мне. Ну, наконец-то мне полегчало. У льготный – как бы с облегчением всегда словно, но на самом деле переводится как льготный. Проша ментовум гуме дожуча. Мэнтова гума роды женские, а венц гуме яком мэнтову. Прошу мятную жвачку дожувание. Проша газеты краковском. Газета краковска. Проша цо газеты яком краковском. Краковскую газету. И мы с вами поговорим о денежках. Классно, правда? Но для начала мы прочитаем диалог. Прочтем и переведем. Чей добрый. Чи ест газета краковска? Добрый день. Есть ли краковская газета? Так ест. Да, есть. Проша газеты краковском. И ле коштуи. Пожалуйста. Видим газета краковска. Пожалуйста, что ли? Прошу, что ли? Это берник. Краковскую газету. Сколько стоит? И ле сколько? И ле маш лад. Помните нашу первую фразу, когда мы говорили о циферках? Сколько тебе лет? И ле сколько? И ле коштуи. Сколько стоит? Два злоте пенч дешонт гроши. Два злотых пятьдесят грошиков. Копеечек этих металлических. Чи цо шешче? Может, что-то еще, что-то еще? Чи ест мауа мапа Кракова? Есть ли маленькая карта Кракова? Нема? Нет. Не имею. А билет нормальный? А обычный билет? Теж нема. Ест у льгоу. Ест пани студентком? Тоже нет. Есть льготный. Пани является студенткой? Так, ест. Да, являюсь. Не, мами, не студиюешь на университете. Мушиш мечь билет нормальный? Нет, мами, ты не учишься в университете. Тебе нужно иметь билет обычный. Чи то всшистко? Это все. Чи сон папиросы? Есть ли сигареты? А или маш лад? А сколько тебе лет? Семнадцать с половиной? Ну то нема. Ну тогда нет. Мушиш мечь о семнащи лад. Тебе должно быть восемнадцать лет. Але то для таты. Но это для папы. Так, так, напевно. До видзенья. Да, да, конечно. До свидания. Итак, у нас здесь появились два злота, пятьдесят гроши и вопрос сколько стоит. Итак, давайте рассмотрим правило. Когда у нас есть единичка и только единичка, то есть одна циферка один, мы говорим То есть когда у нас двадцать один, сто сорок один, это не работает. Только когда одна циферка один, единичка, мы говорим Когда у нас есть цифры два, три, четыре, а мы уже помним из вопроса, когда мы говорили сколько тебе лет или маш лад, то там два, три, четыре, эти циферки тоже выпендривались и требовали себе каких-то отдельных, отличных от всех цифр окончаний. Они так поступают всегда и имеют всегда отдельное окончание, отличное от других цифр. Итак, когда у нас есть цифры два, три, четыре или же числа, в которых стоят в конце два, три, четыре, кроме двенадцать, тринадцать, четырнадцать, мы скажем ЗОТЭ ГРОШЕ В конце будет ЭЭ. Все остальные цифры, числа, мы скажем ЗОТЫХ ГРОШЕ как бы ИХ И. Давайте сделаем упражнение номер два и нам надо сказать ЗОТЭ, ЗОТЫХ ГРОШЕ ГРОШЕ ТШИДЕЩЧЕ ТШИ ЗОТЭ потому что на троечку заканчивается, значит окончание ЭЭ, ПЯТНАЩЧЕ ГРОШЕ Все остальные цифры И. ГРОШЕ То есть ТРЕЙ ЗОТЭх, тридцать три ЗОТЫХ. ПЯТНАЦІЙ КОПЕЕЧЕ Нету два, три, четыре. Шестьдесят злотых, два гроша. Два десятья еден злотых. Видим, что только когда единичка, тогда злотый или грош. Все остальное относится к обычным остальным циферкам. Поэтому скажем два десятья еден злотых. Пенч гроши. Девень десять девять злотых. Девень десять девять гроши. Шиддеще четыре злотые. Шиддеще четыре злотые. Четверочка в конце, поэтому злотые. Ощем десять гроши. Гроши восемьдесят. Иле коштует. Сколько стоит? Еще несколько примеров прочтем. Тшеддеще четыре злотые. Два гроши. Помним, когда два три четыре в конце, то у нас будет э, э. Ощем десять седем злотых. Чтернаще гроши. Два три четыре в конце, но кроме двенадцать, тринадцать, четырнадцать. Поэтому гроши. Шеснаще злотых. Девень десять девять гроши. Два десча два злотые. Два десча два гроши. Два три четыре в конце, значит, э. Сто ощемдесят чтеры злотые. Щедем десча четыры гроши. Пять же два три четыре в конце, э, э. Шесть десча злотых. Десянч гроши. Все остальные цифры, поэтому их, и. Дванаща злотых. Ощемнаща гроши. Переходим в учебник. Итак, на вопрос, есть ли что-то, мы можем сказать «да, есть» или «нету». Так вот, в единственном числе мы скажем «так, есть». Во множественном числе мы скажем «так, so». Помним наш глагол быть, часовник быть, когда они, 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 мы говорим «so». Если мы скажем «нет, нету», то мы говорим «не, нема». Итак, в упражнении три нам нужно вставить недостающие слова. Давайте прочтем. Чей добрый? Чы ест магазин Вива? Добрый день. Есть ли у вас журнал Вива? Так, ест. Да, есть. Иле коштуя? Сколько стоит? И как мы ответим? Девенч. Подсматриваем. И нам нужно в четвертом упражнении написать аналогичный диалог, используя вот слова из рамочки. Например, там может быть такой диалог. День добрый. Чы ест ментова гума дожуча? Добрый день, если у вас жвачка мятная. Так, ест. Да, ест. Иле коштуя? Сколько стоит? Три злотых. Помним, два, три, четыре, э в конце. Три злотых. Чы цошь ешче? Что-то ещо? Чы ест червоный двугопис? Есть ли красная ручка? Не, нема, нет, нету. Ну, право то мы не будем читать. Можно будет почитать самостоятельно в презентации. Я ее прикреплю под видео, ссылочку. А мы с вами получимся считать дальше. Мы уже умеем до ста считать. Теперь посчитаем до тысячи. Правильный вариант здесь подчеркнутый. Я читаю, вы, пожалуйста, повторяйте за мной вслух. Сто, двести, шеста, четырыста, пенч сет, шесть сет, щедем сет, ощем сет, джевенч сет, тысячонс. В тысячу ударение падает, как по стандартному правилу, на предпоследний слог. В данном случае на первый тысячонс. Часто слышу тысячонс, как-то говорят. Тысячонс, тысячонс. И еще раз. Сто, двести, шеста, штеры, ста. Добавляем ста, ста. А потом пошли сотки. Сет, сет, сет. Пенч сет, шесть сет, щедем сет, ощем сет, джевенч сет. Тысячонс. И давайте с вами, сделав в начале упражнение номер восемь, прочтем, как же называются вот эти тревозначные числа. Шестьсот семьдесят восемь. Шесть сет, щедем джевенч сет, ощем. Сейчас мы с вами вспоминаем все цифры. И единички, и десятки, и сотни. Четыреста пятьдесят шесть. Чтерыста пенч джевенч сет, шесть. Тшисто штердеще девять. Двеща дванасча. Повторяйте, пожалуйста, все вслух. Сто девень джевенч сет, пенч джевенч сет, чтеры. Ощем сет, шесть джевенч пенч. Пенч сет, пенч джевенч сет, пенч джевенч сет. Супер, вы стеще вспоняли. Четчане номер щедем, упражнение семь. И давайте проговорим, попробуем самостоятельно проговорить цифры. Сто двадежча три. Помним, что двадежча в конце чая. Тридежчи, чтердежчи уже чичи. Сто двадежча три. Дзевенч сет, девятнаще. Тшисто, сотни можем пока подсматривать. Тридежчи чтеры. Пенч сет, пенч джесчонт. Сестьсет, шеснащие. Сьедемсет, дзесячь. Чтерыста, четыры. Осемсет, двадежча три. Двеждеще дванащие. Тисiąс, трисста, шестьдесят, дзєнч. Браво! В торговом центре у нас есть разные отделы, отделения. Давайте прочтем, какие могут быть и как они называются. В польском языке вот такой вот буквы В нет. Но у неё есть своё название, она называется фау, через ф фау. И поэтому мы прочтём название РТФАУ. РТФАУ – это отдел электроники. Пекарня, одежда. Бижутерия – это может быть как бижутерия, так и ювелирный отдел, ювелирные изделия. Ещё также есть второе название юбилер или бижутерия. Обуви, обувь, хербочарня, такая, ну чайна, где чай, чай, где чай. Ковярня, кафе, оптык, оптика, фризьер, парикмахерская, парикмахерская, фризьер, фризура, прическа. Цукерня, кондитерская, бюро по друже, турагентство, банк, банк. Квячарня, цветочный магазин, квятые цветочки. Аптека, аптека. Дрогерия. В этом отделе продаётся косметика, парфюмерия разная. Дрогерия. Потому что там продукция дорогая женскому сердцу и дорогая кошелька мужчин наших. Дрогерия. Диокосметики, парфюм. Я шучу, но чтобы как-то себе ассоциировать и запомнить. Деликатесы. Это могут быть как деликатесы, так и просто продуктовый магазин, который вот небольшой рядом за углом от дома находится. Деликатесы. Гастроном какой-то. Пральня, прачечная. АГД. АГД. Там продаётся бытовая техника. Прочтём. Каролина, интересующая фотографием. Ихце новый аппарат фотографичный. Бо старый нероби добрых збьенч. Каролина интересуется фотографией, хочет новый фотоаппарат, потому что старый не работает, потому что старый не делает хороших снимков. Хце тэш дуже альбом и карты поменьше до аппарату, но и може ешчо ладном торбы на аппарат альбу статы. Она хочет так же большой альбом и карту памяти к аппарату, к фотоаппарату, ну и може ешчо красивую сумку для аппарата на аппарат или статив. Кстати, маме хце мало мапы Кракова, увык, червоный двугопис, кольоровый магазин и космотики. Маме хочет маленькую карту Кракова, карандаш простой, красную ручку, разноцветный журнал и какие-то косметики. Итак, на следующей диалоге. В эти диалоги вовсе нужно вставить слова из рамочек. Давайте вставим, прочтем и переведем. Прошу прощения, если я иногда заговариваю. Дело в том, что записываю видео в свободное время и сейчас много провожу уроков, много говорю. Прошу, прошу, читаем. А где я могу купить мапы? А где я могу купить карту? В М-Пику, а косметики в Дрогерии. Помним, что косметику мы покупаем в специальном отделе, который называется Дрогерия. О, нема пани, а не пана, длачего? О, здесь никого нет, почему? То склеп самообслуговый. Это магазин самообслуживания. Ты сама децидуешь, что купуешь, а там есть касса, разумишь? Ты сама решаешь, децидия, решение. Такой документ. В Польше часто можно слышать это слово. Поэтому децидуешь, решаешь. Что? Покупаешь, а вот там касса, понимаешь? Разумим. Self-service, так? Да. Самообслуживание, да? Понимаю. Як в ресторанте, альбо в супермаркете. Как в ресторане или в супермаркете? Докладне, точно. Следующий диалог читаем. День добрый. День добрый слуха. Добрый день, добрый день, я вас слушаю. Чы ест добрый, але недорогий аппарат фотографичный. Єст ли хороший, но недорогой фотоаппарат? Якие фирмы? Какой фирмы? Не вим, яком фирме пан полеца. Не знаю, а какой фирмы пан парекомендует? Может, кодак? Тен аппарат ест бардзо добрый. Мауи, тани, функциональны. Коштуе тылько чын 300 злотых. Может, кодак? Этот. Помним, что тен, значит, этот, не тот. Тот будет там тен. Значит, продавец нам говорит, что этот аппарат очень хороший, маленький, дешевый, функциональный и стоит только 300 злотых. 300 злотых. А тен? А этот? Тен коштуе 422 злоте. Топрумоцья. Бокарта поменьше и торба сом грачес. Этот стоит 422 злотых. Это акция, потому что карта памяти и супка в подарок. Бесплатно в подарок. Супер, бёры тен. А есть альбом на фотографии? Супер, я беру этот. А есть ли альбом для фотографий? Нестеты нема. К сожалению, нет. Дьяук це. Дьяук це. Маш, вшистко. У тебя уже всё, ты имеешь всё. Так, вшистко. Але немам кенензы. Да, всё, но у меня нет денег. И обратите внимание, когда у нас отрицание. Я что-то не имею. Здесь уже другой падеж. Не берник, который мы с вами сегодня изучали. А до пеуняч. И слово изменилось в пенензы. А маш карте до банкомату? Ну, а есть ли у тебя карта в банкомат? Маш, цо, карте. Карта женский рот изменяется, потому что здесь мы используем вберник. Бо там ест банкомат, потому что там банкомат. Мам, але в дому. Имею, есть, но дома. Тута и мам, ешче евро. Здесь у меня ещё евро есть. Окей, кантор теж ту ест. Иле маш евро? Хорошо, обменник тоже здесь есть. А сколько у тебя евро? Пенчсет? Пятьсот? Хо-хо-хо, але ест еш богата. Ого, ну ты богатая. Но ешче только закупай для мамы и до дому. Ну, ещё только покупки для мамы и домой. Не, не до дому. То ест так интересуемцо. Нет, не домой здесь. Так интересно. Итак, вот наш берник, вот наша табличка для подсказочки. И мы с вами сделаем упражнение. Нам нужно сказать, что подходит. Из трёх вариантов нам нужно выбрать правильный, которое, слово правильное выбрать, которое стоит в бернику, в винительном падеже. Мам. И нам надо слово брат. Братом брата. Мам. Брата. Мам кого брата. Мам. Час. Часом часу. Мам. Час. Проша. Цо. Помидора. Помидорем. Помидор. Помним, что правильный вариант будет. Проша. Помидора. Потому что есть исключения в мужском неодушевлённом роде, когда у нас банана, помидора. Все исключения. Вы можете прочитать презентацию, ссылочку на которую я прикреплю под видео. Вспомнить себе. Оглёндам. Цо. Оглёндам фильм. Очевидьще. Я смотрю фильм. Пишэ. И здесь у нас женский род. Ксёншка. Значит, один вариант может быть эз. Оглёнким усуществительного. Пишэ ксёншке. Я пишу цо. Я пишу что. Книгу. Чытам лист. Письмо. Мужской род неодушевлённый. И читам лист. Читаю письмо. Готую зупа. Родзе женские. Вянц. Готую зупы. Я варю суп. Робе пицце. Пицца. Также женский род. Робе пицце. Делаю пиццу. Мам. Мамэ. Мама. Родзе женские. Вянц. Мам. Мамэ. Мня есть мама. Знам кракуф. Я знаю крака. Грам в гольфа. Я играю в гольф. Вроде бы сюда. Но помним, что название спортов также исключение в мужском неодушевлённом породе. Грам в гольфа. До зубочения вкрутся. Али. Найпер. Задание домовое. Домашнее задание. Прочитать ещё раз вслух все предложения, где уже подчёркнута у нас правильная форма. Также читаем вслух обязательно все диалоги. Если есть новые слова, им уделяем особое внимание. Под каждым видео, напоминаю, я в комментариях пишу краткий словарик. Читаем, что хотят Каролина и маме. Запоминаем, как называются отделы, где что-то продаётся. Циферки от ста до тысячи. Ещё раз, пожалуйста, потренируйтесь произносить и читать. Такие сложные трёхзначные и четырёхзначные числа. Также очень важно про вопрос или коштуя, сколько стоит. И здесь наше новое правило. Единичка, золотый грош. Два, три, четыре. И в конце чисел два, три, четыре, когда стоит кроме двенадцать, три, четырнадцать. Золотые гроши. Э, э. Все остальные цифры золотых грошей. Потренируйтесь. Ещё раз, пожалуйста, читать циферки, произносить вслух. Прочтите, пожалуйста, ещё раз диалог. И до скорых встреч. До узубачения. До услышения вкрутся.